которых не устраивает. Также большой разброс и по седьмому кластеру. Мы видим, что у нас два значения присутствуют по переменной. Насколько устраивает жизнь, либо не устраивает, либо совсем не устраивает. И побольше разброс, почти полярный, присутствует для второй переменной. Именно материальное положение. Есть люди, которых почти устраивает и которых не устраивает. Но что важно, что в этих разнородных кластерах наблюдений достаточно мало. То есть фактически такие мусорные кластеры, куда попали профили, которые редко встречаются. Да, эти профили разнородны, но они встречаются редко. Поэтому, в общем-то, вас никто не заставляет, интерпретируя результаты, обращать большое внимание именно на эти кластеры. Проблема этой модели в другом. Проблема в том, что здесь 14 кластеров. И даже если вот эти мусорные кластеры мы не будем рассматривать, все равно 12 кластеров это очень много. На что еще можно обратить внимание, что машина старается кластеризовать, то есть поместить в отдельный кластер те профили, которые встречаются достаточно часто. Поэтому, прежде всего, в отдельные кластеры попадают вот эти профили. Потом в отдельные кластеры попадают эти профили. И, соответственно, если мы будем увеличивать число кластеров, а не уменьшать, то и эти редко встречающиеся профили рано или поздно попадут каждый в свой кластер. Итак, 14 кластерное решение, оно очень хорошо с точки зрения точности предсказания. Проверим это, чтобы не быть голословным. Попросим 14 кластерное решение вывести. Качество модели, опять же, почти оптимальное. Но, с точки зрения экономии интеллектуального ресурса 14 кластеров, этого очень много. Посмотрим, что из себя представляют 5 кластеров, которые машина нам и предлагает. Качество модели заметно снизилось. Тем не менее, остается на высоком уровне. Два щелчка по интерактивной таблице.